Дорогие друзья, я рада приветствовать вас. Я думаю, что в этой аудитории собрались именно те, кто ответственно относится к своему здоровью. И среди множества заболеваний особое место занимает рак молочной железы. Прирост более 50%. И что особенно тревожно, это рост заболеваемости у молодых женщин. Поэтому сегодня мы недаром собрались для того, чтобы обсудить, как должна женщина следить за своим здоровьем, как и у кого она должна обследоваться, какие методы необходимо использовать для того, чтобы выявить то или иное заболевание. Надежда Ивановна Рожкова. Мамолог, рентгенолог, стаж работы более 50 лет. Доктор медицинских наук, профессор. Заведующая Национальным центром онкологии и репродуктивных органов в Институте имени Герцена, филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии. Президент Российской ассоциации мамологов. Здравствуйте. Вы знаете, вот в последнее время я стала себя плохо чувствовать. Какая-то слабость, тяжесть, отдышка и настроение не очень. Вот мне все говорят, что это просто климакс и не надо беспокоиться. Но вы знаете, я переживаю. А вдруг это начало какого-то заболевания? И вообще есть какой-то способ определить, что при климаксе нормально, а что нет? Действительно, этот период в жизни женщины сложный. Лишь у единиц он легко проходит и практически незаметно. Но основная масса женщин, конечно, имеет неудобства. Это увеличение веса, повышается аппетит у некоторых. Это приливы, то есть краснеет без причины, потливость повышенная. И возникает слабость у некоторых. Но надо сказать, что это в общем состояние естественное. Оно характерно для климакса. И поэтому не надо драматизировать эту ситуацию. Скорее всего, нужно найти опять такие же приемы, которые облегчают это состояние. В первую очередь, мне кажется, нужно больше найти занятий каких-то, отвлекаться. То есть больше работать и по дому, и где-то. То есть не обращать внимания на вот эти неприятные симптомы. Потом очень хорошо физические упражнения, бассейн, если вы это любите. Потому что некоторые не любят, но это очень хорошо спасает. Если есть возможность принять душ лишний раз, конечно, тоже это отвлекает и улучшает состояние. Но в отношении питания здесь очень важно. Это такой период, когда женщина, как правило, начинает набирать в весе. Женщина, начиная с 40 лет, должна есть на 40 процентов меньше, чем она привыкла. И это правильно, потому что снижается обмен. Но все-таки бывает состояние, когда тяжело с этим справиться, нужно обратиться к гинекологу и для начала принимать, может быть, не гормональный препарат. Их целая серия есть, которые облегчают это состояние. И наблюдаться. И обязательно в период климакса нужно пройти рентгеновскую маммографию, посмотреть состояние молочных желез. Потому что железистая ткань, она тоже очень меняется, претерпевает изменения, наступают инвалидивные изменения возрастные. Вот эти перестройки, они могут привести быть пусковым механизмом для начала заболеваний. Так что я желаю вам найти свои какие-то приемы, которые облегчают это состояние. К счастью, оно проходит, и женщина пройдет год-два, она прекрасно себя чувствует и становится опять красивой, и появляются силы, и желания. И, в общем-то, очень бывает востребованы и на работе, и в семье, и муж ее продолжает любить. Добрый день, доктор. У меня двое детей. Обоих кормило грудью, и сейчас хочу поставить импланты. Подскажите, как их правильно подобрать? В чем опасность вообще от имплантов? И что меняется в женском организме после операции? Импланты используются очень давно. Есть разные варианты. И я скажу, в общем-то, нет таких работ, которые показали бы, что импланты являются факторами риска для развития рака. Пожалуй, нет. Но есть другой момент. Перед тем, как делать эндопротезирование, обязательно нужно обследовать молочную железу. Нужно сделать и рентгеновскую маммографию, и УЗИ. Почему два этих метода? Потому что рентгеновская маммография – это пока единственный безальтернативный метод, который выявляет все известные варианты непальпируемого рака, маленького, непрощупываемого. В том числе тот, который проявляется микрокальцинатами размерами в 50 микрон. А УЗИ не видит эти разновидности рака. Поэтому один метод дополняет другой. И УЗИ хорош при плотной железистой ткани. Он хорошо дифференцирует структуры и хорошо видит узловой компонент, узловые образования. Если есть какие-то доброкачественные заболевания, типа кисты или фиброденомы, то нужно убрать. Кисты убираются просто пункция. Это обычная процедура, амбулаторная. Делается в рентгеновском кабинете рентгенологам. Аспирируется содержимое, вводится склерозирующий раствор, и киста не рецидивирует. Если же есть фиброденома, это доброкачественное образование, и размером менее двух сантиметров, то есть тоже такая прекрасная процедура – вакуумная аспирационная биопсия, которая выполняется амбулаторно. Не нужно делать операцию, не нужно госпитализироваться, наркоза не надо. Это процедура, которая не травмирует ткани молочной железы, а буквально инструментик вводится, вырезается эта фиброденома, и вакуумом убирается из молочной железы. И остается маленький-маленький след. И вот когда вы справились с этими заболеваниями, если они у вас есть, тогда можно вставлять импланты. Но наблюдаться, опять же, нужно почаще, хотя бы раз в год. Причем считается, что маммографии не делают при имплантах, это неправильно. Маммографии выполняется при имплантах, очень хорошо они видны, видна их целостность, есть ли деформация, образуется ли рубец, все это видно. Но предпочтительно УЗИ при имплантах и МРТ. Вот это более предпочтительные два метода раз в год нужно выполнять. Надежда Ивановна, глядя на вас, искренне и по-доброму, поверьте, я завидую. Я хотела бы тоже так выглядеть. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то свои личные секреты? Может, какая-то косметика вам помогает так выглядеть чудесно? Может быть, какие-то тренажеры, тренировки, спорт вам помогает? Вот, поделитесь, пожалуйста. Спасибо большое. Я скажу, секретов никаких нет. Позитивный настрой на все, много работать, работа должна быть интересной, она должна быть увлекательной. И не иметь избыточного веса, не поправляться. Это самое трудное, я скажу, держаться. Именно потому что я очень люблю пирожки, я их все время пеку. Но если я ем пирожок, то я уже не обедаю. Понимаете, главный секрет – это количество еды. Есть мало и часто. Потому что организм работает, пока ты ешь, калории тоже сжигаются. Потом небольшое количество оно всасывается, и избытка не бывает. А если наесться один раз, как некоторые, один раз в сутки ем, говорит, и поправляюсь, то организм, наоборот, он начинает копить, и, в общем-то, это плохая диета. Овощи, фрукты, в общем, все, что вы любите. И позитивный настрой. Не драматизировать ситуацию, не переделывать мужей, детей, не переделывать, тем более, своего начальника. Все принимать таким, какое оно есть. И находить свою какую-то нишу. А так как ты очень занят, у тебя интересная работа, прекрасные дети, ты ими занимаешься. Я люблю животных, у меня всегда в доме собаки. И вот это все, оно создает тебе настроение. Ну и, конечно, всегда должна быть интересная одежда. Именно интересная для тебя, чтобы вот ты с утра себя чувствовал уже на высоте. Ну, вот я люблю высокие каблуки еще. Это тоже как-то меня держит в такой форме. Ну, а, в общем-то, я скажу, других секретов нет. Никакой особой косметики, ничего. Ну, мазаться кремом тело и лицо обязательно утро и вечер. Вот это условие очень важное, чтобы кожа не сохла. Вот и весь секрет. Мне подруги недавно подарили на день рождения сертификат на очень необычную процедуру. Массаж груди. Скажите, насколько это полезно? Есть ли какие-то противопоказания? Как часто можно делать такую процедуру? Если делать потом самостоятельно такой массаж, можно ли использовать крема, масла? Если да, то какие? Массаж повышает кровоснабжение, улучшает где-то, я бы сказала, не увлекаться этой процедурой. Потому что усиление кровоснабжения – это не значит хорошо. Молочная железа – это такой орган, который очень нежный и очень тонко на все реагирует. Мне кажется, можно попробовать, но не увлекаться. А в отношении кремов – обязательно, обязательно. Потому что использование кремов, причем и жирный, и увлажняющий. Вот я, например, люблю смешивать это. И это дает хороший эффект. Кожа становится эластичной, упругой и поддерживается, в общем, долгое-долгое время. Спасибо. Я, если честно, никогда не была у мамолока. Потому что я испытываю дикий страх, что если что-то у меня найдут, я не смогу справиться с этим стрессом. Скажите, пожалуйста, если ничего не беспокоит, стоит ли посетить врача мамолока? А сколько вам лет? Сколько лет, мам? А, 38. 38 лет. Ну, мамолога посещать нужно. Рак омолаживается. И у молодых женщин довольно часто сейчас встречается это заболевание. Поэтому, согласно приказам нашего Минздрава, мамография положена женщинам в первый раз в 40 лет. И дальше один раз в два года, если нет никаких изменений. О молодых женщинах особенно нигде не написано. Но теперь вот мы решили, что все-таки молодые женщины должны обязательно посещать гинеколога один раз в год. И гинеколог дает направление на ультразвуковое исследование. Но если вдруг есть какие-то клинические проявления, болевые ощущения или какое-то уплотнение, или какие-то изменения на коже, тогда обязательно, несмотря на молодой возраст, нужно сделать рентгеновскую мамографию. Если симптомов никаких нет, то достаточно посещать гинеколога и делать ультразвуковое исследование. И ваш страх пройдет, и вы будете обследованы и жить здоровой, нормальной жизнью полноценной. Спасибо. У меня еще дополнительный вопрос. Как лучше проводить самостоятельную диагностику груди, если какие-то способы, методы, рекомендованные врачами? Самообследование. Да, это вопрос, я скажу, противоречивый. Казалось бы, ясно, что нужно смотреть молочные железы, самой пощупать себя. Это обязательно. Но целый ряд профессоров, меня это удивляет, говорят, что не нужно делать, потому что женщина что-то нащупает, щупать она себя не умеет. Она сразу впадает в какой-то страх и ощущает, что у нее какие-то серьезные заболевания. Все это совершенно не так. Во-первых, даже если она у себя что-то нащупает, она как раз пойдет и обследуется. И этот страх уйдет, если заболевания нет. А если заболевание есть, то она вовремя его как раз увидит, распознает и вовремя будет лечить. Кроме того, были даже докторские диссертации, посвященные самообследованию. Эффективность этого простого метода. И доказано, что на 30% снижается частота метастазирования в акселярно-лимфатические узлы. То есть, все-таки, когда женщина нащупывает, она нащупывает не такой большой узел, который дает метастазы гораздо реже, чем опухоль, которая уже будет иметь большие размеры. Поэтому самообследование обязательно. Наверное, раз в месяц три. Почему? Потому что раз в месяц пальцы не чувствуют с самого начала изменений. То есть, они привыкают. А когда пройдет какое-то время, ты почувствуешь, что вот раньше было так, а тут вдруг вот что-то такое под пальцем появилось. Обязательно нужно посмотреть кожу, втяжение или наоборот, какие-то выбухания, выделения из соска, те, что молозивоподобного цвета, такие белые, в общем-то, они практически не страшны. Они бывают просто как проявление мастопатии. А вот если они бурые, коричневые или такие, как янтарные, серозные выделения, вот с этими выделениями обязательно нужно прийти ко врачу. Наверное, это будет опять гинеколог, потому что он дает направление. И сделать процедуру дуктография. Это искусственное контрастирование протоков. Это в рентгеновском маммографическом кабинете. Процедура простая. Делает ее специалист специальным инструментиком. И вводит небольшое количество контрастного препарата. И на фоне этого контрастного препарата мы видим изменения внутри протоков. Потому что вот эти выделения могут быть признаком внутри протоковых разрастаний. К счастью, чаще бывают доброкачественные папилломы, но бывает и внутри протоковый рак. Но он настолько маленький, что операция будет щадящая. Маленькая, органо-сберегающая операция, которой, в общем-то, не пострадает красота женщины. И рак будет на самой ранней стадии удален. У моей мамы и у моей бабушки был рак груди. Означает ли это, что я унаследую это заболевание? Я слышала, что существуют опережающие операции. Это когда здоровым женщинам удаляют грудь. Как вы думаете, стоит ли делать такие операции? И нет ли более щадящих способов избежать риска? Вопрос довольно частый. Помните, история с Анжелиной Джоли была. У нас полные коридоры были женщин, испуганных, которые пришли и задавали подобные вопросы. Значит, что теперь есть? Когда-то мы просто наблюдали этих женщин, и они приходили почаще на обследование. Теперь необходимо сделать анализ крови на ДНК-исследование, потому что наследственный рак сопровождается в 5-10% случаев мутациями генов BRCA1, BRCA2. И вот если этих мутаций нет, то риск 5-10%. Но если мутации есть, то риск повышается до 80%. Это действительно серьёзно. И вот Анжелина Джоли, у неё серьёзная была ситуация. Она удалила и молочные железы, и яичники. Не всем женщинам показано такое вот радикальное лечение. Почему? Потому что при отсутствии мутаций нужно просто наблюдаться. Если мутации есть, есть два варианта. Один вариант – если в молочных железах такая неблагоприятная форма мастопатии, как фибросклероз с микрокальцинатами, это плотная молочная железа, когда клетки склонны к перерастанию в раковые клетки, тогда можно сделать профилактическую мастектомию. У нас она называется подкожная мастектомия. Можно сделать. Но если обычная мастопатия или никаких изменений в молочной железе нет, а мутации есть, тогда есть консервативный способ. Есть препарат на основе эндолтрикарбинола, который можно использовать, и механизм его действий, в общем-то, очень простой. Ген имеет две копии. И продуцируется нормальное количество противообхливого белка. Когда наступает мутация гена, одна копия не работает, и количество противообхливого белка становится меньше. И вот тут наступает вот этот риск. Так вот этот препарат усиливает работу здоровой копии гена и даёт нормальное количество противообхливого белка. Тем самым он либо отодвигает сроки возможного развития рака на какие-то там отдалённый возраст, более пожилой, старческий, либо вообще исключает развитие наследственного рака. Здравствуйте, доктор. Мне больше 30, я не замужем, и рождение детей я постоянно откладывала из работы. Меня в этом постоянно упрекают и пугают тем, что те, кто не родил до 35, имеют большие риски столкнуться с опухолями молочной железы. Ну, что вроде как это типа природой запрограммировано. Вот скажите, пожалуйста, так ли это? И действительно ли те, кто не рожал, они имеют большие риски развития рака? Ну, действительно, женщины, не выполняющие свои естественные природные функции, входят в группу риска. Так устроена природа, что пока женщина молода, пока у неё мало болезней, и пока у неё организм более здоровый, ей нужно рожать. Если же женщине за 30-35 и она рожает, то у неё уже больше шансов передать какие-то свои болезни ребёнку. То есть ребёнок может быть менее здоровым. И вообще считается, нерожавшие женщины и не кормившие грудью относятся к группе риска. Ну, сейчас у нас немножко другое время. Сейчас делают ЭКО в 45 лет, в 50 лет. Женщины рожают в любом возрасте. И я не скажу, что результаты какие-то очень плохие. В общем-то, они становятся более счастливыми. У них есть дети, более полноценная семья, много радости. Ну, просто нужно более активно следить за своим здоровьем и иметь ответственность, когда ты рожаешь в более позднем возрасте, ответственность за то, чтобы ты вырастил этого ребёнка. Не просто родил, но чтобы у тебя хватило времени вырастить его и вывести в жизнь. После первых родов у меня обнаружили мастопатию. Сказали ничего не делать, просто наблюдать. Но сейчас говорят делать операцию, потому что там узлы такие серьёзные. И ещё у меня климакс начался. Как вы думаете, может ли моя мастопатия перерасти в злокачественную опухоль? Или нужно ли мне делать операцию? Или я могу обойтись без операции? Ну, мастопатия – это, в общем, состояние довольно часто встречается у женщин где-то в 60, может быть, даже в 80% случаев. Они бывают разных видов, разные варианты. Среди них есть варианты, которые неблагоприятны. Но у вас выявили узловое образование, вы говорите. Значит, узловые образования могут быть самыми разнообразными. Как правило, это либо кисты, это полость, заполненная жидкостью, либо это фиброаденома, то есть это, наоборот, плюс ткань. Это, ну, доброкачественная опухоль. И от этого зависит ваше лечение. Важно ещё, какой размер. Если совсем маленький, где-то сантиметр, то можно наблюдать. Если же побольше, полтора сантиметра, два сантиметра, то фиброаденомы, как мы уже говорили, лучше удалить в амбулаторных условиях. Поэтому вот климактерический период, когда происходит перестройка организма, и здесь неизвестно, в какую сторону вот эти вот опухоли пойдут. Потому что фиброаденомы, как правило, не малигнизируются, не озлокочисляются. Но есть один из вариантов, который озлокочисляется. Поэтому лучше избавиться от этих доброкачественных образований. Причём это всё можно сделать в амбулаторных условиях. И жить спокойно, наблюдаясь где-то уже с контролем через год. Здравствуйте, доктор. У моей близкой подруги шестой размер груди, при этом она очень худая. Ей с таким размером жить некомфортно. То есть и проблемы с осанкой, и с возрастом грудь теряет форму. Ну, подруга хочет сделать операцию по уменьшению груди. Подскажите, пожалуйста, какие есть риски у таких операций, а также у подруги нет детей. Какие риски с кормлением? Да, действительно, это ситуация. Мужчины очень любят большую грудь у женщин, но для женщин это огромное испытание. И сколько их приходит на приём. Во-первых, найти очень трудно бельё. Нужны широкие лямочки, нужно соблюдать осанку. Всё это тяжело. Потом, по-моему, Роберто Кавалли сказал как-то, женщина с большой грудью на 15 лет выглядит старше, чем она есть на самом деле. Поэтому, конечно, это проблема. И чем старше, тем хуже. Поэтому решение вашей подруги, может быть, оно и адекватное, и правильное. Что сделать редукционную мамопластику, уменьшить объём молочных желёз, и, в общем-то, чувствовать себя более комфортно. Но, конечно, это рубцовые изменения, и, конечно, это травма молочной железы. Внешне это выглядит очень красиво. Как мы уже говорили, что рубцовые изменения вдвое повышают риск развития рака. Но это совсем не обязательно. Я думаю, что здесь нужно взвешивать риск и пользу. Конечно, наверное, она права, и эту операцию стоит сделать. В отношении кормления. Поскольку рубцовые изменения, здесь может быть лактостаз, может быть мастит, потому что нарушен отток молока, наверное, где-то перерезаны протоки. Поэтому с кормлением могут быть проблемы. Спасибо. Дорогие друзья, наша встреча подходит к концу. Мне было очень приятно с вами пообщаться. И я думаю, что это общение было обоюдополезным. Потому что не только вы задали свои вопросы, и, я надеюсь, получили ответы, вас удовлетворяющие. Но и мне, как врачу, очень важно знать, что волнует наших женщин, какие проблемы, что мы можем изменить, как лучше донести до вас какую-то информацию. А информации очень много. Масса новых технологий, которые позволяют уже отойти от калечащих радикальных операций, а делать органосберегающие, сохраняющие молочное железо операции. А для женщины, как мы с вами знаем, это очень важно, что не только увеличивается продолжительность жизни, но и сохраняется ее красота, ее возможность вернуться в строй, на работу, дома, семью. И поэтому я желаю вам успехов, удачи и беречь свое здоровье, ответственно относиться к нему, жить на позитиве и кушать только самое вкусное и только самое любимое в небольшом количестве. Редактор субтитров А.Семкин Спасибо.